Приветствую всех любителей шахмат! Вчера в Норвегии стартовал традиционный супер турнир. Во время первого игрового дня соперники играли в Блиц с контролем 3 плюс 2 для того, чтобы определить стартовое положение в классическом турнире. И я предлагаю вашему вниманию партию, сыгранную между соотечественниками Магнусом Карлсоном и Арианом Тарьи. Итак, чемпион мира руководил белыми фигурами и отправил вперед ферзевую пешку. Тарьи отвечает развитием коня, на доске получается атака Трамповского. При случае белые могут испортить пешечную структуру на королевском фланге. Ариан играет Д5 классически по центру, Магнус выстраивает своего рода славянский треугольник. Черный нападает на слона, слон переходит на поле Ф4, следует подрыв центра продвижением Ц5. Магнус укрепляется, Тарьи развивается, после хода конь Д2 черные выводят слона за пределы пешечной цепи. Белый заканчивает развитие кавалерии, черный меняется на поле Д2 и открывает дорожку чернопольному слону. Магнус связывает вражеского коня при случае может испортить пешечную структуру, либо сыграть конь Е5, усиливая связку. Черным необходимо было ответить ходом Ф6, защищаясь от порчи структуры и нападая на слона Б5 с примерно равными шансами. Но вот оно коварство лондонской системы, а именно эту расстановку мы наблюдаем на доске. За кажущейся простотой скрываются огромные неприятности. Уже на девятом ходу черный допускает серьезную ошибку ход слон Е7. Казалось бы, подготавливает рокировку в короткую сторону, но теперь чемпион мира меняется на поле Ц5 и дальше играет конь Д4, нажимая на коня Ц6 и слона Ф5, угрожая разбить пешечную структуру. Видимо Тари приходится менять атакующую фигуру, но Магнус в промежутке пробивает на поле Ц6 шагом, дальше забирает пешкой Ц, вскрывает линию и в дальнейшем будет атаковать отсталую и следовательно слабую пешку Ц6. Ну и данная хроническая слабость обеспечивает белым большой стратегический перевес. Черные сыграли ФСБ6 с идеей освободиться путем Ц5, но белые переводят слона на Д6, препятствуя рокировке и взяв под контроль ключевой пункт Ц5. Ариан также не позволяет белым рокировать, но и соперники в духе старых брахманов располагают своих королей на полях Ф2 и Ф7 соответственно. Дело в том, что какое-то время в индийских шахматах не было такого понятия, как рокировка. Ну и вот Карлсон приступает к осаде самого слабого места в позиции неприятеля отсталой пешки Ц6. Черные нападают на слона, слон отступает на Ж3, был сделан ход ФСБ6 и блокада по Немцовичу. Прежде чем атаковать слабость, ее необходимо зафиксировать. Черные пытаются получить хоть какую-то контр-игру, белый сдваивается, угрожает выигрыш пешки, приходится защищаться, Магнус ограничивает подвижность. Черный играет ФСА6 в надежде продвинуть пешку вперед, поменяться на Б3, либо если белый сами меняется, то у них также возникает слабая пешка. Но вот после хода ФСЦ3 выясняется, что пехотинца на Ц6 защищать нечем. Черным необходимо было сыграть ладья А7 и после взятия на Ц6 поменять ладьи, а дальше вторгнуться ферзем в лагерь противнику, получая хоть какую-то контр-игру. Вместо этого Тари играет А4, но, естественно, эту пешку брать никто не будет. Магнус просто проходит мимо. И в этой позиции черный допускает грубейшую ошибку ход слон Д3. Я вам предлагаю поставить видео на паузу и найти, каким образом чемпион мира наказал противника за данный ход. Итак, я надеюсь, вы справились с этой задачей. Следующий ходом ладья А5 белый нападает на ферзя, который вынужден сторожить слона Д3. Единственный ход это отступление на поле Ц4, но теперь Магнус переводит ферзя на Д2 и выясняется, что вражеский визирь попался. Таким образом, уже на 25-м ходу Ариану Тари пришлось сложить оружие. Но и Магнус Карлсон одержал очередную победу в своей коронной лондонской системе. Напишите в комментариях, как вы думаете, кто станет победителем этого соревнования. Ну и также не забудьте поддержать видео лайком, репостом, ударом в колокол, потому что шахматы это круто.